Да кому вообще интересны эгрегоры семьи? Всем привет, с вами Саргас. Мне задали несколько странный вопрос о том, как ведут себя эгрегоры двух семей, если мужчина и женщина объединяются в ячейку, так сказать, общества. Итак, предположим, у мужчины и у женщины полные семьи, в семьях все хорошо, у семей есть эгрегоры. Как происходит их слияние? Происходит ли вообще? И как это все выглядит? А это слишком индивидуальный вопрос, чтобы дать какой-то обобщенный ответ, поэтому давайте рассмотрим несколько ситуаций. Предположим, мужчина-сирота. И у него где-то вроде как есть эгрегор семьи, и вроде как он даже слабеньким каналом к нему подключен, но по факту считаете, что нет. А если при этом у женщины нормальный полноценный эгрегор семьи, с живыми родственниками, то когда они станут мужем и женой, если отношения будут хорошие, все родственники мужчину примут, то он вольется в эгрегор семьи. Если не примут, ну не вольется. Тут ведь еще такой нюанс, что если мужчина и женщина разойдутся, он же как бы перестает быть частью этой семьи, поэтому тут специфические нюансы, и обычно происходит такое далеко не сразу. Потому что к человеку действительно должны начать относиться как к родственнику, как к родному. И если он даже расстанется с этой женщиной, то остальные родственники, скорее всего, будут хотеть продолжать с ним общаться, что довольно тяжело, и в первый год 2, 5, 10, ну вряд ли стоит ожидать какого-то вливания в эгрегор семьи. То же самое происходит, если у человека эгрегор семьи был, но, скажем, был значительно слабее, чем эгрегор семьи его партнера. Но вообще о полноценном слиянии стоит говорить только если родился ребенок, и уже для этого ребенка оба этих эгрегора будут слиты в один. По идее, это две разные энергоструктуры, но этот ребенок будет воспринимать их одним каналом, как единый эгрегор. Конечно, могут быть разные варианты, например, если эгрегоры конфликтуют или совсем не общаются родственники с двух сторон, то ребенок будет находиться как бы в двух разных эгрегорах. Тут, опять же, ситуации разные, сказать что-то сложно. Еще есть вариант, что один эгрегор более мощный совсем поглотит другой. То есть не просто вольет в себя человека, а поглотит весь эгрегор, если, скажем, все люди уже умерли, или если все они настолько передружатся, будут считать друг друга кровными родственниками. Отношения между людьми, что в этом интересного? Это скучно, странно и замешано на психологии. В общем, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Честно говорю, по-моему, не очень интересный. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok